всем привет вы на канале творческий мирок сегодня я хочу показать вам вот такую вот куколку это китайская куколка я собираюсь ее переделывать сделать на нее оак сейчас покажу вам что это за кукла стоит она совсем недорого я не помню в районе 400 рублей по моему на алиэкспресс и так вот такое платье но понятно что китайское производство конечно здесь о качестве и говорить не стоит снимаем платье посмотрим на саму куклу потому что в первую очередь нас интересует именно сама куколка так вот такое платье сама все она не ровная но она нам и ни к чему и так туфли туфли мы оставим возможно даже их переделывать не буду но там дальше видно будет я возможно их может перекрашу но буду смотреть может вообще заменю так туфельки туфельки нормальная дочь у меня там рядом разговаривает а гукает пока я снимаю видео и так вот такие вот туфельки у нее туфельки хорошие ничего не скажешь как бы их можно и переделать да и а просто перекрасить в общем туфельки мы оставляем конечно платье мы выписем вот что по самой куколке дефектов на теле у нее нет все работает руки-ноги дочь у меня разговорчивая очень колени ничего не разболтано все в норме принципе по телу нареканий нету что по волосам да всем известно что у в китайских куколок абсолютно лысые головы вот смотрите у нее получается все только по периметру только по периметру прошита но все эти волосы мы все равно будем убирать но вот я думаю что я саму косу эту оставлю потому что возможно она пригодится для другой какой-то куколки волосы приятные мягкие нежные на ощупь поэтому мы сразу обрезаем их под корешок всю косу будем делать перепрошивку все такая коса обрезанная вот такая куколка без своей косы и так чем мы будем прошивать волосики прошивать я буду акрилом акриловой пряжей самое интересное что вот у акриловой пряжи если вы вот хотите тоже прошивать какой-то пряжи его чем дешевле акрил тем лучше он смотрится в качестве волосиков для куклы потому что он такой максимально искусственный у него волокна меньше рвутся то есть и волосики могут быть длиннее у меня это пехорка бисерная мой по стоимости я не помню что не сильно дорогая то есть вот если немного распустить я вам покажу как будет все это выглядеть когда мы распустим вот видите я под распустила если я потяну он не рвется ну если за даже за одну если потянуть то есть он прям при такой длине вообще не рвется потом мы вот конечно будем вычесывать ну вот такого черного цвета это знать это не черная какой-то темно-темно-темно серый цвет но посмотрим что получится в принципе я предполагаю что такие волосики получатся и так снимаем голову и нам нужно по вытаскивать эти волосы сначала можно вот здесь с этой стороны по вытаскивать все что вытаскивается потому что обычно у китайских кукол волос вытаскиваются без даже ним не нужно голову заваливать в кипятке там заливать или что-то еще придумывать они вытаскиваются очень легко достаточно быстро то есть видите вот уже сколько я прям вот руками вытаскиваю все что не вытащится можно вытащить потом с той стороны с помощью крючка но я не уверена что в этом случае у этой куколке нам понадобится крючок вытаскиваем вытаскиваем вот я вытащила с этой стороны все волосы и еще дополнительно вы здесь в голове соберу здесь могут быть остатки которые не вытащились все вот такая вот лысенькая голова получилось вот сколько волосиков осталось это на выброс и так далее как я прошиваю голова для этого нам понадобится игла с большим ушком игла должна быть как можно тоньше сама главное чтобы проходила через нее через ушко наша пряжа 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 я сразу нарезаю пряжу вот примерную длину отмеряю что не сильно длинная была сюда примерили голове примерили примерно вот так вот чтобы наши куколки были вот ну плюс все вытес вычешется и будет примерно вот такие вот волосики может чуть ниже груди я знаю что все мне нужно будет вот такие пряди нарезать такой длины я покажу как я вам как я мотаю то есть клубок пряжи лежит сейчас попробую что в камеру влезла раз то есть одна сторона вторая сторона вытягиваем одна сторона вторая в камеру не влазит то есть это вот так вот выглядит и все я вот так наматываю побольше пряди вот примерно такое количество я нарезала с одной стороны обрезаем с другой стороны все и берем одну прядочку в конце завязываем узелок этот узелок для того чтобы у нас прядь не вылезла и все одну сторону продеваем в иглу и в голову сначала по периметру я прошивая в те отверстия которые у нас остались от прошлых волосиков одно вытянули вторую продеваем все вы и вытянули все пряди и таким образом мы прошиваем сначала по периметру а потом заполняем всю полностью голову до конца если вы хотите какую-то формировать прическу например то сразу можно выделить где челка будет где парабор и так далее вот у меня я планирую прическу что у меня будет прическа пучок у нее поэтому для меня самое главное чтобы хорошенько был прошит периметр без всяких пропусков чтобы лишних дырочек не оставалось вот но и потом я также хорошо заполню голову и буду формировать уже нет прическу вы формировать уже потом после того как мы прорисуем личико личико тоже постараюсь записать как я его буду делать перерисовывать хотя в принципе мне вот это личико симпатичным кажется потому что порой бывают китайские куклы конечно с такой прорисовкой что не очень нравится здесь вроде мило видно это колечко но все прошиваем полностью куколку потом расскажу что делаем дальше все голова прошита вот что получилось в принципе можно и так оставить вот так вот получилось волосиков очень много это остатки получается когда я в первый раз делала пучок вот таких у меня ушло три пучка это остаток от третьего пучка все остальное ушло на прошивку что мы делаем теперь а с помощью той же все той же иголочки а мы начинаем волосики распускать то есть вот здесь в одной прядке получается у меня 2 на 2 ворсинки она делится вот таких вот мягких то есть когда мы все это раскрутим все распускаем каждую нас получится очень кудрявая голова шелковистая и потом нам нужно будет все лишнее все что рвется вытесать будет и так вот смотрите вот примерно вот такой длины я тяну она уже начинает рваться то есть длинных волос вот таких вот которые можно было бы расчесывать при прошивке пряжи не получится они всегда будут как короткий но примерно вот сколько уйдет ну вот так вот наверное будет вот это наверное максимальная длина все остальное у нас будет вычесана поэтому смотрите можно оставить будто это как афро косички какие-то можно распустить по желанию и так а я сейчас все это распущу покажу вам как будет выглядеть куколка с уже распущенными такими волосиками ну и покажу как вычесывать волосики я сейчас начала распускать волосики распустила вот такой вот пучок как показывала и решила провести эксперимент не распуская вот такие волосики а сразу начинала чесать с самых кончиков пуходеркой и что получилось получается я вот взяла вот такой вот пучок и расчесала его пуходеркой и когда распустила волосы тоже причесала их пуходеркой и получилось так что в принципе длина и количество волос которые уходят рвутся и уходят вместе с пуходеркой их в принципе одинаково и получается что нет смысла распускать а потом вычесывать когда можно вычесывать сразу вот я здесь тоже начала смотрите получается я беру вот такой вот пучок и начинаю с кончиков его чесать то есть потихоньку тут чесал почесала почесала перевернула на другую сторону начинаю здесь чесать и все и вот таким вот образом с кончиков начиная чешу чешу они сами распускаются я пока не знаю со всей ли пряжей такая ситуация будет повторяться видеть то есть у них вот все что уходит рвется и все что остается она распускается я сейчас в качестве эксперимента всю голову так вычешу и в конце покажу вам как все получается раньше я всегда сначала распускала сейчас посмотрим получится ли ускорить этот процесс да не распускай лишний раз потому что времени на это уходит тоже очень много и ну в общем когда голова будет готова я вам покажу что получилось ну вот все готово вот такой результат получился с помощью этой пуходюрки длина волос если их вот потянуть получается вот так куда да по попу куколки то здесь в принципе можно сделать стрижку эти волосы можно заплетать чесать все что угодно с ними делать они уже больше лезть не будут а прическа получилось достаточно пышная хотя я внутри головы не делала прям частую прошивку вот получается волосики очень пышные ну далее я буду заниматься уже макияжем для куклы то есть перерисовывать буду полностью личико поэтому прическу я пока делать ей не буду я и уберу волосы и когда закончу с ней с прорисовкой личика тогда уже буду формировать причем вообще планировала что у нее будет пучок пока посмотрю получится ли что это здесь сделать качестве пучка может какая-то идея прически придет уже в ходе и так показывайте в своей куколке все ссылки даны на мои группы ниже под видео вы там можете показать свои результаты свои процессы в контакте и в телеграме в принципе можно делиться поэтому подписывайтесь на канал смотрите всем хорошего дня пока пока